Дело о восстановлении реестра. Статья в блоге Вадим Стёркин. За 28 июня 2019 года. Едва мы закончили пятичасовой чай, как внизу раздался шум. И спустя минуту в дверях появилась миссис Хадсон. «К вам, посетители, мистер Холмс», – объявила она, подняв глаза к потолку. В комнату вошли двое мужчин, в одном из которых я с удивлением узнал сэра Брайбанта, члена Нижней Палаты Парламента, известного своей непримиримой борьбой с коррупцией. История сэра Брайбанта. Пожав руку Холмсу и сдержанно кивнув мне, наш гость опустился в кресло. Его помощник, повинуясь невидимому жесту, достал из сумки ноутбук и положил на стол. «Любимая игрушка моего внука сломалась вчера», – пояснил парламентарий с раздражением, глядя на шикарный 18-дюймовый альенворд. «Так, а здесь будет? О, работает. Расскажите, что случилось?» «Система не загружается, я точно не знаю, но он ставил какие-то игры, драйвера, черт знает что». Холмс провел пальцем по крышке ноутбука и перевел взгляд на посетителя. «Сэр, вы осведомлены о стоимости моих услуг?» «Я понял вас, мистер Холмс», – кивнул гость. «Но дело не в деньгах. Сегодня мой внук летит на отдых в Ниццу со своей мамашей. Без этого ноутбука он сведет ее с ума, а она – меня. Это я вам гарантирую». «И во сколько вылет?» Наш гость посмотрел на часы и поднялся с кресла. Они заедут сюда по дороге в аэропорт примерно через час. Он протянул руку Холмсу и с выражением глубокого уважения произнес «Я очень рассчитываю на вас, детектив». Холмс, не колеблясь, пожал протянутую руку так, что сэр Брайбанд заметно поморщился. Едва за посетителями закрылась дверь, как Холмс повернулся ко мне. «Что вы об этом думаете, Ватсон?» «Безусловно, борьба с коррупцией приносит свои плоды, судя по пиджаку Киттон, бриллиантовым запонкам, швейцарскому хронометру и верту на грудном кармане». Браво, Ватсон! Жаль, это нисколько не приближает нас к решению проблемы. Холмс поднял крышку ноутбука и включил питание. Сбор, извините, сбой шрифтов и черный экран. Система начала нормально загружаться, и мы с удивлением переглянулись, однако на экране приветствия нас ждал сюрпрайз, который выглядел примерно так. Думаю, что и вы с этим сталкивались, раз уж вы слушаете эту статью. Сбой шрифтов мы созерцали буквально несколько секунд, после чего экран стал черным, а жесткий диск полностью прекратил активность. Ватсон, что скажете теперь? Очевидна проблема со шрифтами, наверное, после установки игры, а вот почему появляется черный экран, пока трудно сказать. Но думаю, что надо вернуть параметры реестра к рабочему состоянию, а там видно будет. И какой ход вы хотите сделать первым? Нужно попробовать откатиться к последней удачной конфигурации. Холмс кивнул и жестом пригласил меня заняться делом. Загрузка в последнюю удачную конфигурацию. Я перезапустил систему, нажал F8 при загрузке и оказался в сервисном меню. Грубо говоря, безопасный запуск. Однако, загрузка в последнюю удачную конфигурацию никаких дивидендов не принесла. Мы увидели ту же картину. Этот способ действительно хорош, когда система не загружается после установки нового драйвера или устройства, либо изменения в конфигурации служб. Философский заметил Холмс и потянулся за трубкой. Я бы с удовольствием выслушал его рассказ о последней удачной конфигурации. Дается ссылка-переход на объяснение в этом же игровом стиле, который, думаю, понятен будет даже ситечку от чайника в компьютерном деле. Но сейчас у нас не было времени. Теперь попробуем откатиться на точку восстановления системы. Да, это должно решить такую проблему. Возврат к точке восстановления системы из безопасной загрузки Windows. Я выключил питание и собрался включить его, чтобы нажать MF8, опять отобразить меню дополнительных вариантов загрузки и войти в среду восстановления на этот раз. Но Холмс внезапно остановил меня. Ватсон, для входа в среду восстановления вам понадобится пароль администратора. Вы его знаете? Он открыл ящик стола, пошарил в нем и протянул мне легкую белую флешку известной фермы. При загрузке в Windows RE ремонтная с установочного диска или флешки пароль не требуется. Подмигнул детектив. Я загрузился в Windows RE, выбрал восстановление системы, но и там нас ждало разочарование. Точек восстановления не оказалось. Проверьте в ваших настройках, если даже у вас все работает, включено ли у вас восстановление, автоматическое создание точек восстановления. В очень многих системах там стоит галочка «Не создавать». Нужно, в общем, поставить наоборот, извините, галочку «Восстановление системы», чтобы создавались автоматически точки восстановления. А вы знаете, Ватсон, что по статистике люди с отключенным восстановлением системы в 7 раз чаще обращаются за помощью, чем те, у кого оно включено. Вот о том, что я сейчас говорила. Вон ссылочка «Переход». Как включить создание точек восстановления. Холмс всегда поражал меня энциклопедическими знаниями в самых необычных областях, но сейчас было не до этого. Что будем дальше делать? Осталось всего полчаса. Это элементарно. Ватсон. У нас уже открыто все, что нужно для решения проблемы. Восстановление разделов реестра из резервной копии. Не покидая среду восстановления, ссылочка, Холмс открыл командную строку. Он быстро набрал в ней ноты ПАД и нажал Enter. В окне блокнота он нажал Ctrl, Ctrl плюс 0. Ловко определился с буквой системного диска, ссылочка, и перешел в папку конфигурации. Затем Холмс ввел в поле имя файла звездочку и нажал Enter, чтобы отобразить все файлы в папке. Файлы без расширений. Кстати, для всех, если даже при любой операции, не важно, касается это внутренности системы, или простого сохранения какого-то формата в компьютер, если вы при сохранении не видите ничего, звездочку в название файла поставьте, увидите все. Файлы без расширений это кусты реестра, пояснил он, а в папке их резервные копии. Название читаем, потому что я могу произнести неправильно. Читаем на экране, я имею в виду. Холмс поочередно переименовал файлы System и Software, нажимая клавишу F2 и добавляя расширение BAD. Думаю, этих двух кустов реестра, отвечающих за систему и программу, нам хватит для восстановления нормальной работы Windows, прокомментировал детектив. Затем он с сочетаниями клавиш Ctrl плюс C и Ctrl В напоминаю, это одновременное нажатие клавиш. Скопировал резервные копии этих файлов из папки Rackback в папку Config. Вот и все. Давайте попробуем загрузиться, Ватсон. Уверенно провозгласил Холмс. Он вышел из среды восстановления и перезапустил систему. Спустя несколько секунд перед нами предстал нормальный экран приветствия, приглашающий ввести пароль учетной записи. Ватсон, надо бы проверить, нормально ли работает профиль этого мега-админа. Сможете сбросить пароль администрации, администратора. Ссылочка переход. Без проблем, Холмс. Как Windows создает резервную копию реестра. Через пару минут я успешно вошел в учетную запись, что давало нам основание считать дело закрытым. Все отлично работает, Холмс, но откуда взялись файлы в папке Rackback? Ведь восстановление системы было отключено. это элементарно, Ватсон. Планировщик задания отвечает не только за создание точек восстановления по расписанию, но и делает резервную копию раздела в реестр каждые 10 дней. Надеюсь, у вас эта функция тоже работает. Я не смог удержаться от вопроса, как бы мы решали проблему при отключенном планировщике или этом задании. Это была бы другая история, друг мой, пожалуй, плечами детектив. Возможно, в этом случае Сэру Брайбанту пришлось бы лечь в психиатрическую клинику, как он и гарантировал. Со смешкой добавил он и закрыл крышку ноутбука. Холмс отключил флешку и небрежно бросил ее в ящик стола. В Windows 7 заложены хорошие инструменты восстановления, не правда ли, Ватсон? Но все-таки этот инструмент мне намного приятнее держать в руках. Подмигнул он, бережно доставая из футляра скрипку. Внимание! После выхода первой истории о Шерлок Холмсе вы просили продолжение, поэтому я решил облечь в эту форму рассказа о том, как восстановить реестр, если система не загружается, выделив три способа. Загрузка в последнюю удачную конфигурацию, возврат к точке восстановления системы из Windows RE, восстановление разделов реестра из резервной копии. Возможно, кое-кто предпочел бы видеть в таком случае обычные сухие пошаговые инструкции без лирики. Из ваших комментариев я надеюсь узнать, в правильном ли направлении я двигаюсь. Важно! Описанная в рассказе функция резервного копирования реестра перестала работать в Windows 10, начиная с версии 18.03. проголосуйте за отчет о проблеме в центре отзывов, чтобы вернуть ее. Дается ссылочка. Обходной путь это создание запланированного задания для копирования в заданную папку. В командной строке от имени администратора эта команда создает задание, которое еженедельно копирует кусты реестра в папку названия. И вот можете скопировать, перейдя по ссылочке. Вадим Стеркин. Дело о восстановлении реестра. А у меня от себя вопрос. Продолжит ли зачитывать вам вот такое техническое описание вот в таком вот формате? Пишите в описании в комментариях под видео. Делитесь ваше мнение. Мне это важно, поверьте. Всем спасибо автору отдельно за интересно предложенный материал технического свойства. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!